Почему Югре для развития нужны деньги бизнеса? Зачем жителям округа стельки с подогревом и как создать сок, который сохраняет все витамины? Отчего некоторые общественные организации, вместо того, чтобы развиваться самим и развивать молодежь, занимаются тем, что отстаивают в глазах властей свое право на существование, хотя работают в Сургуте уже не одно десятилетие? Сколько парков и скверов города уже обработаны от клещей? И зачем в лабораториях стирают этих насекомых в порошок? Готовим сани летом. Подробнее о компании по замене инженерных сетей, а также о том, как можно на треть сократить платежи за ЖКУ. Как девятиклассники 46-й школы прославили наш город на всю страну, спев свою версию песни «You are the only one», с которой Сергей Лазарев покорил Европу на Евровидении. Здравствуйте! Вас приветствую я, Дарья Давыдова и служба информации Сургут Интерновостей. В ближайшие 50 минут подведем итоги уходящей недели. Итак, смотрите в первой части выпуска. 30 лет полет ненормальный. Сургутская некоммерческая организация «Полет», несмотря на свою многолетнюю историю, терпит бедствия. Есть ли будущее у активистов, которые хотят развивать технические виды спорта в Сургуте, расскажет Дмитрий Подлесной. «Экономим деньги, развиваем Югру». В нашем округе повсеместно реализуют принципы бережливого региона. Как правильно считать потраченные деньги и время, выяснила Антонина Новикова. Время пришло. В Югре активизировались клещи. Только в Сургуте и Сургутском районе зарегистрировано порядка 90 случаев укусов этих насекомых. Как обезопасить себя и что делать, если клещ уже укусил? Об этом и не только. Расскажу я, Светлана Стивенькова. Тяжелые экономические времена требуют креативных решений и гибкой политики. В Югре повсеместно развивают направления по работе с инвесторами. Особенно актуальным этот вопрос стал именно сейчас, когда региону не хватает денег от классической нефтедобычи и строительства. Если раньше наша автономия вполне себе успешно развивалась, будучи закрытой для внешнего бизнеса, то сейчас политики выстраивают конструктивный диалог с потенциальными партнерами. Во многом поэтому в Югре и была создана стратегия 2030, в которой прописаны параметры будущего автономии. По сути, этот документ является неким списком предложений для сотрудничества. Условный бизнесмен может ознакомиться со стратегией, найти удобное для себя поле для работы и выходить к сотрудничеству, зная, что региональное правительство его поддержит. Эта система уже принесла свои плоды. В 2015 году субъекты малого и среднего предпринимательства заработали 906 миллиардов рублей на своих проектах. Это более чем значительный вклад в деловую активность ХМАО. По пути старших братьев в поисках новых источников финансирования идут и муниципалитеты. Так в Сургуте и Ханты-Мансийске в качестве пилотных площадок создаются с нуля инвестиционные отделы. В нашем городе уже обозначена структура и даже назначены ответственные. Формат всей деятельности этого подразделения администрации совсем иной, чем мы привыкли видеть. За основу взято проектное управление. Такой точечный подход, безусловно, ближе и понятнее бизнесменам и, пожалуй, более эффективный в этой сфере. Ведь малое и среднее предпринимательство – это гибкая, постоянно меняющаяся среда. И здесь результативно работать по заранее спланированному на годы вперед плану нельзя. Задача в первую очередь – это создание условий, потому что инвесторы приходят на благоприятную почву для этого. Поэтому основная задача создать благоприятный инвесклимат в городе и, во вторую очередь, привлечение инвестиций и привлекать инвесторов для работы. И второе направление, безусловно, важное – это переход к новой системе управления, к проекту управления. Результатом работы инвестор-отдела станут новые для города объекты, как коммерческие, так и социальные направленности, которые, в свою очередь, что называется, второй волной привлекут в Сургут, опять же, дополнительные инвестиции. Яркий пример – центр технических видов спорта. Пока построено, причем с боем, первая очередь этого крупного объекта – мототрасса. В перспективе здесь появятся площадки для различных направлений технических видов спорта – и воздушных, и водных. Безусловно, в Сургуте увеличится количество экстремалов и техники, которую необходимо будет обслуживать и ремонтировать, а значит, в городе появятся компании, которые займутся этим направлением. Следовательно, мы получим дополнительные рабочие места. А также, возможно, Сургут станет настоящим всероссийским центром по продвижению технических видов спорта. Ведь это направление очень интересует молодых людей. Оно позволит направить в мирное русло и юношеский максимализм, и неиссякаемую энергию подрастающих сибиряков. Сегодняшний праздник – это хороший подарок 23 февраля для всего города. И, наверное, в первую очередь для наших мальчишек, которым по-доброму завидуют их сверстники из других городов Югры, а может быть, и всей страны. Теперь ребятам нашим, сургутским ребятам, есть где выплескивать свой адреналин, оттачивать мастерство и достигать новых побед. Хотя все новое – это хорошо забытое старое. Строительство центра технических видов спорта с нуля можно было бы избежать. С 80-х годов в Сургуте функционирует общественная организация «Полет». Основное направление активистов – малая авиация. Хотя за десятилетия югорчане освоили порядка 20 разновидностей технических видов спорта. Дельтапланы, самолеты, гидроциклы, авиамоделирование. Общественники, кстати, даже вышли на новый уровень – реализацию социально значимых проектов. Однако массово тиражировать свои наработки им мешают бюрократические препоны. Вместо того, чтобы обучать детей основам пилотирования и конструирования, специалисты занимаются тем, что отстаивают свое право на существование во всех инстанциях. Дмитрий Подлесной познакомился с руководителями клуба «Полет», которые рассказали ему о непростой истории борьбы за жизнь некоммерческой общественной организации. Авиационный спортивно-технический клуб «Полет» образовали еще в 80-х. Взлетно-посадочную полосу, как и весь объект, тогда построил Сургутнефтегаз. В 90-е нефтедобывающий гигант отказался от непрофильного актива в пользу общественников. Потянуть финансово активистам такой объект было сложно. Только на аренду земли уходили баснословные суммы. Для получения индульгенции по оплате, а на нее некоммерческие организации имеют право, администрация города предложила полету землю приватизировать. В начале 2010-го мы землю приватизировали. Это, правда, нелегко было. Нужно было 2 миллиона рублей набрать. Вот мы собрали, сформировали сумму целевых взносов. И выкупили землю в собственность. Действительно, получилась льгота 100% в новый 2016 год. От налоговой инспекции пришел документ, где написано, что наша организация обязана с 2014 года платить земельный налог в размере 4 миллиона 800 тысяч рублей в год. Ну, мы, может, подумали, может, какая-то ошибка, может, что-то перепутали. Надеялись, что это кошмарный сон, но оказалась суровая реальность. Шесть лет назад кадастровая стоимость земли составляла 16 миллионов рублей. Но после очередной оценки она выросла до 322 миллионов. Два года назад городская дума льготу для общественников отменила. Вот и получили активисты счет на оплату, цифры в котором превышали 5 миллионов рублей. А за два года долг перевалил за 10 миллионов. В такой ситуации не до полетов. Одному из ключевых окружных центров по развитию технических видов спорта пришлось заниматься не своей деятельностью, а судебными тяжбами и монотонными переписками с чиновниками. Даже несмотря на свою завидную многолетнюю историю. Через нашу организацию по спискам регистрационным прошло уже около 300 человек. Это люди не только те, которые занимались самолетами. Тут интересуют различные направления людей. И направления создаются не так, что мы придумали направление и раз оно появилось. Просто собирается какая-то группа людей, которые говорят, на ресурсах организации можно бы вот такое направление реализовать. Но если сами общественники могли поддержать инициативу сургутян, то их в сложившейся ситуации никто не поддержал. А спорить 20-кратное увеличение стоимости земли активисты не смогли из-за истечения срока давности. Даже несмотря на то, что сейчас кадастровая стоимость земли резко уменьшилась до 28 миллионов рублей. Странная случайность или определенная последовательность действий судить члены клуба «Полёт» не берутся. У нас вот сейчас, когда идут разборки по этому налогу, мы пытаемся выяснить правду, постепенно становится ясен тот факт, что вот наша общественная организация, она уникальна в Ханты-Мансийском автономном округе тем, что это единственная организация, у которой в собственности есть недвижимость в виде земельного участка. Таких организаций нет. Поэтому никто не предусмотрел этого, когда принимались законы, принимались эти отмены льгот местной думой. Не досмотрели и не учли. А страдают теперь члены общественной организации, которые, по сути, не могут запустить ни один новый социальный проект. Как планировать занятия и мероприятия, если к тебе со дня на день сядут на хвост судебные приставы? При этом часть возложенных на себя обязательств активисты выполняют. Еще есть у нас здесь проект площадка помощи зайчей. То есть у нас есть вертолетная площадка, на которую имеют право приземляться вертолеты санитарной авиации. Ну, в тех поселках, в тех населенных пунктах, куда скоро они могут доехать, прилетают вертолеты. И когда они везут в город больного, то у них выбор либо садиться в аэропорту, это 12 километров от города, и потом скоро через все пробки оттуда везет человека, трясет там этого больного. Либо сесть вот здесь, на этой вертолетной площадке и быстро вывезти этого человека в ближайшую больницу, до которой там менее трех километров. Помимо помощи санавиации проводят активисты и образовательные проекты. После экскурсий сюда, на базу клуба, сургутские ребята увлекаются техническими направлениями. Чем вам не полновесная альтернатива, а точнее подспорье с создаваемым технопарком? Тем более, что главным принципом работы полета была поддержка инициатив общественности. Любой желающий, который решил как-то проявить себя, реализовать себя в техническом творчестве, в полетах, не знаю. Клуб не просто авиационный, спортивный, он еще и технический. Поэтому это место, где любой может себя реализовать в техническом творчестве, что-то сконструировать, довести до конечного результата, прийти, записаться. В общем, вход открытый для любого. Открыт, пока судебные приставы не опечатают. Сейчас общественники, придя к выводу, что по закону правды не добьются, вынуждены искать средства для погашения многомиллионного долга. И если они источники финансирования не найдут, то в истории развития самобытного клуба, который решал много социально значимых вопросов, можно будет поставить печальную точку. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов, специально для телевизионного обзора новостей. Удивительно, но развитие технических видов спорта сейчас остро стоит на повестке Дня регионального правительства. Югре, в частности, и в стране в целом, нужны инженеры, технори, специалисты, которые могут создать что-то новое и полезное для общества. Люди, которых не воспитаешь без подобных курсов. Оттого в округе были созданы кванториум и технопарки. Кстати, в Канты-Мансийске уже пожинают плоды от создания этих учреждений. Столичный кванториум подготовил партию первых выпускников. Более 300 детей успешно прошли курсы дополнительного образования. И какого? Автомоделирование, нейротехнологии, малая беспилотная авиация, робототехника. Успешной практикой югорчан заинтересовались в Москве, в Совете Федерации. Сейчас технопарк, на территории которого и находится кванториум, готовит делегацию для диалога с сенаторами в конце июня. И нашим подросткам будет, чем удивить федеральных политиков. Стельками с подогревом или камерой, создающей цельную вещь из нескольких деталей. Или соком, в котором сохранены все витамины. Добавлю, что это результаты работы одного учреждения за полгода. А если эта частность превратится в региональную систему? И несколько слов о перспективе развития технопарка. Мы представляем, что общая система поддержки инновационного бизнеса будет выглядеть в виде пирамиды. В вершине будет находиться технополис Югры. Очевидно, это будет какая-то трансформация нашего технопарка. Средняя часть будет представлять собой индустриальные парки в крупных городах. Сургут, Нижневартов, Сняга, Нефтьюганск. И в основании будут лежать технологические площадки, которые будут располагаться в муниципальных образованиях. Те, которые готовы к продвижению инновационного бизнеса у себя. Безусловно, многие из этих изобретений не только продвинут производство и жизнь в технологическом плане, но и помогут нам экономить ресурсы. Именно поэтому развитие в регионе технопарков тесно переплетается с концепцией бережливого региона, которая призвана сделать все процессы в Югре оптимизированными и максимально эффективными. Какие рациональные предложения уже внедрены в окружных предприятиях и как эта система изменит жизнь ХМАУ в перспективе? Ответы на вопросы даст наш корреспондент. Технология гидравлического разрыва пласта не нова для югорских нефтяников. Она применяется для увеличения нефтеотдачи скважины. Для наших специалистов и бесшаровая технология не новшество. Уникальность данного мероприятия заключается в том, что мы проведем на горизонтальной скважине 30 стадий ГРП. Сможем сократить время освоения скважины, что позволит нам в дальнейшем раньше ввести скважину в эксплуатацию, что приведет до добычи. При прежней технологии могли уйти лишние дни и даже месяцы. При этом нефтяники ожидают отдачу нефти скважины как минимум в два раза больше, чем было. И практически все это при помощи российского оборудования. Но если в процентном отношении это оценить, то где-то процентов 65-70 нам удалось подобрать те аналоги, которые могут быть использованы и изготавливаются в России. Бережливое производство как принцип за правило уже давно взяли ведущие компании нашей страны. «Будущее» за упрощением технологий и, соответственно, снижением стоимости продукта. Это приведет к большей доступности, что закроет общественный запрос. Бережливое производство учит смотреть на процессы с точки зрения создания ценности. То есть то, что ты делаешь, это создает ценность или не создает. То есть нужно это твоему потребителю или это не нужно. Если это не нужно, а таких видов работ в компании, как правило, большинство, то мы стараемся работать над тем, чтобы их стало меньше. Один из основных инструментов бережливого производства для бизнеса – это аутсорсинг. Любая компания, будь то шиномонтажка или же деревоперерабатывающий завод, должна заниматься своим делом. Содержать штат бухгалтеров, юристов, обслуживающего персонала от этого вполне можно отказаться и сэкономить средства. По схожему принципу можно оптимизировать и процессы управления округом. Этим, собственно, в Югре для блага жителей автономии и в назидании соседним регионам уже занимаются. В округе разработана концепция бережливого региона. Часть изложенных на бумаге практик уже внедряют на местах. Хотя документ живой, и наш округ всегда открыт к новым РАЦ-предложениям. Оптимизировать, развивать, улучшать будут не только производственные процессы, но и управленческие. Главный посыл правительства округа – масштабное видение сложившихся изъянов и комплексное повсеместное их решение. Стратегическая направленность. То есть в каждой организации должна быть стратегия развития. То есть все работники организации должны участвовать в разработке этой стратегии и контролировать ее исполнение. Это очень серьезный принцип, это основополагающий принцип. Экономия дома, экономия в обществе, экономия на рабочем месте. На первый взгляд, такая задача, как изменение менталитета жителей всего региона, может показаться утопией. Но ведь есть конкретные примеры куда большего масштаба. О безусловных результатах бережливого подхода свидетельствует уровень жизни, экономики и производства Японии. Там считать деньги и время людей стали несколько десятилетий назад. И то, что это маленькое островное государство не просто входит в пул Большой Семерки, но еще и занимает там не последнее место, говорит о том, что рациональный путь – это верное направление. Антонина Новикова, Дмитрий Подлесной, Екатерина Любишева, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. Лето в Сургуте началось, правда, уже традиционно, со снегопада и ледяного ветра. Впрочем, многие уже перестали удивляться капризам северной природы. Если нам при низких температурах, да еще и летом, когда нет отопления, не очень комфортно, то вот клещам, которые уже активизировались в регионе, холод нипочем. Следующая неделя вместе с тем, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечный и теплый. Столбики термометров в среднем покажут отметку в плюс 20 градусов. А это значит, что задремавшие на время коварные кровососущие вновь проснутся и начнут атаку с новой силой. На сегодняшний день в Югре уже зарегистрировано более 800 укусов клещей. В прошлом году в это же время укусов было чуть большим, порядка тысячи случаев. Но это не значит, что защиту от этих насекомых нужно пренебречь. Чем опасна встреча с клещом и как избежать последствий его укуса, знает Светлана Стебенькова. Игорь Лодырев, охотник со стажем. Любимому хобби мужчина не изменяет вот уже много лет. В лесу бывает как минимум раз в неделю. Выезжает, если не поохотится, так погулять с собаками. Что такое клещи? Игорь знает не понаслышке. Сам подвергался нападениям этих насекомых. С клещами у меня давняя история. Когда-то еще, будучи маленьким ребенком, поймал, так можно сказать, клеща. Ну, больше, слава богу, что в моей жизни такого не было. Но знаю, что это очень плохие насекомые, можно так сказать. И знаю методы, как обезопасить себя в лесу от их нападок. При выходе в лес надо обязательно одевать костюм, который предотвращает попадание клещей на тело. Обязательно плотно должны закрывать манжеты на руках, на ногах. При выходе в лес обязательно заправлять штаны в носки, чтобы у него не было возможности нами, так сказать, пообедать, поужинать. Помимо правильной экипировки, несколько лет подряд Игорь прививается. Говорит, так оно надежнее. С охотником согласны и врачи. Клещи – переносчики опасных инфекций, в частности энцефалита. И на сегодняшний день единственный эффективный способ защитить себя от последствий, которые могут настигнуть из-за укуса заразного насекомого – вакцинация. В противном случае осложнения могут быть более чем серьезными. Заболевание очень серьезное, опасное, развитием летальных исходов. В среднем в Российской Федерации летальность колеблется до 10% от клещевого энцефалита и тяжелыми неврологическими осложнениями. Впрочем, сегодня в округе от клещевого энцефалита привились только чуть более 42 тысяч югорчан. Это лишь около 30% от плана. Специалисты вместе с тем предупреждают, если клещ все же укусил, нужно заклеить присосавшегося насекомого лейкопластырем и немедленно обратиться к врачу. В случае, если до медучреждения далеко, то можно попытаться извлечь клеща самостоятельно. Но действовать при этом нужно максимально осторожно. В первую очередь не надо ничем его обрабатывать. Пытаться маслом, спиртом – это не помогает, к сожалению. Если человек чувствует в себе силы самостоятельно удалить клеща, просто взять, если есть пинцет. У рыбаков в последнее время часто с собой имеются зажимы для извлечения крючков из рыбы. Можно просто зажимом захватить клеща и выкрутить по часовой или против часовой стрелки. Но даже если все закончилось удачно и вы благополучно извлекли насекомое из тела, визита к врачу избежать вряд ли удастся. Если вы не привиты, в течение 72 часов необходимо провести экстренную вакцинопрофилактику иммуноглобулином. Препарат убьет вирус, если он попал в организм. Кстати, узнать, является ли укусивший вас клещ переносчиком энцефалита, можно, став насекомое в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Здесь эксперты заморозят клеща, затем в прямом смысле сотрут его в порошок и исследуют на специальном аппарате методом иммуноферментного анализа. Результат вы получите уже через сутки. Мы занимаемся только, к сожалению, вирусом клещевого энцефалита, а остальные, боррелиоз и все другие вирусы, которые переносят клещ, занимаются в окружной вирусологической лаборатории города Хакмутис. Порядка 20 клещей мы исследовали. Это снято от людей из разных регионов, они приносят свои клещи. И где-то порядка 5 положительных находок есть. По информации окружного Роспотребнадзора, в Югре зафиксировано более 800 пострадавших от укусов клещей. Больше сотни из них – дети. По данным ведомства, подхватывают опасных членистоногих не только в лесу или на даче. Четверть от общего числа людей встретились с кровососущим насекомым прямо в городе. Здесь возникает вполне логичный вопрос. А как же окорицидная обработка? Дело вот в чем. За опрыскивание парков и скверов Сургута, как и других муниципалитетов, отвечает Департамент здравоохранения Югры. На администрацию города ложится лишь малая часть вопроса. С нашей стороны составляется перечень объектов, где необходима такая обработка. Этот перечень составляет 89 гектар, который включает все парки и скверы нашего города. Этот перечень мы согласуем с Роспотребнадзором и, в свою очередь, предоставляем Департамент здравоохранения. И уже это ведомство размещает аукцион. Кстати, конкурс объявили лишь 3 июня. Начальная цена окорицидной обработки нашего города – более 1 миллиона 700 тысяч рублей. При благоприятном исходе дела подрядчик сможет приступить к работе лишь 13 июня. Получается, коварные насекомые уже месяц как атакуют сургутян, а обработку парков и скверов начнут делать только дней через 10. Вот и выходит, что в вопросе клещей работает та же схема, что и с утопающим, спасение которого – дело лишь его рук. Выходя на прогулку, помните о мерах предосторожности. По максимуму закрытая одежда, регулярный само- и взаимоосмотр и еще репелленты. Они хоть и ненадолго, но способны защитить вас от коварных насекомых. И последнее – вакцинация. На сегодняшний день от клещевого энцефалита лучше прививки, ничто не защищает. Светлана Стебенькова, Гамзат Магомедов, Сергей Коликов и Вячеслав Шаркунов. Специально для телевизионного обзора новостей. Сдача в эксплуатацию поликлиники «Нефтяник» перенесена на август этого года. Причина в том, что подрядчик не поставил в больницу рентгенаппараты на почти 60 миллионов рублей. Об этом на уходящей неделе рассказал заместитель главы Сургута Александр Шатунов, курирующий строительную отрасль. Контракт с этим поставщиком разорван, уже объявлен новый аукцион. Открытие поликлиники переносится как минимум на 8 августа. При этом готовность строительной стадии объекта достигла 100%. Не хватает лишь пресловутых рентгенаппаратов. Без них медицинское учреждение просто-напросто не примут в эксплуатацию. Мы расторгались с ними контракт. Наложили санкции на подрядчика за ненадлежащее исполнение контракта. Подрядчика занесли в черный список. То есть, по сути, этот подрядчик не имеет права работать уже в городе Сургут. Предусмотрели также арест обеспечения этого контракта. Немного, немало 19 миллионов рублей, которые попадают в бюджет города. Остается добавить, что если бы не срыв контракта подрядчикам, новое здание поликлиники уже могло бы принимать пациентов с середины мая. Мы прервемся на небольшую коммерческую паузу. Не переключайтесь. Во второй части программы вы увидите. Компания по ремонту тепловых сетей, магистрали и водоснабжения стартовала в Сургуте. Заплатят ли за это горожане? В каких районах заменят ветхие сети? И кто проследит за качеством работ? Об этом расскажу я, Дмитрий Круховец. Если у вас есть вопросы, зачем нужно товарищество собственников жилья, то они отпадут после просмотра нашего спецрепортажа из соседнего Хантумансийска. Как решить проблему с чистотой подъездов и сократить на треть платежи за ЖКУ, расскажет Наталья Бабушкина. Наталья Бабушкина, Екатерина Любешева, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. Перепел призера Евровидения. Девятиклассник Сергей Большов на последнем звонке в родной 46-й школе исполнил ремейк на песню Сергея Лазарева. Что про выступление думает сам Лазарев и как к внезапной популярности относятся авторы номера, знает Ольга Нахаева. Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Служба информации «Сургут Интерновостей» и я, Дарья Давыдова, продолжаем подводить итоги уходящей недели. Минувшую среду часть города встретила уже без горячей воды. Традиционное летнее наказание для жителей, между прочим, не только Сургута, но и всей страны, пришло неминуемо с наступлением июня. Между тем, в соответствии с санитарными правилами и нормами, отключать горячую воду на профилактику можно не более чем на 14 дней. Где-то успевают закончить раньше, где-то затягивают на неделю, а то и дольше, но уже с условием перерасчета платежей. В Сургуте все в соответствии с законом – две недели и не днем более. Ремонтная кампания инженерных сетей уже в самом разгаре. При этом, не изменяя традиции последних лет, почти все работы выполняются за счет самих коммунальщиков. Откуда такие деньги, которых в таком размере нет больше ни в одном муниципалитете Югры? И в каком состоянии сейчас одна из самых неоднозначных отраслей страны в Сургуте? Пытался разобраться Дмитрий Круковец. Первый ремонтный городок компании «ГТС» в этом году появился во дворе дома по проспекту Ленина 70-1. Необходимость замены внутриквартальных сетей там назрела особенно остро. Трубы лежат порядка 15 лет под воздействием суровых климатических условий высоких грунтовых вод. Впрочем, сейчас работы по замене магистрали во многом носят точечный характер и не являются авральными. Хотя могли бы. Огромный шаг был сделан, когда был взят кредит Европейского банка реконструкции и развития. Это 2007 год. И благодаря этому кредиту мы заменили огромное количество магистральных сетей. Мы сделали реконструкцию 52 ЦТП, перевели их в автоматику. Сделали реконструкцию котельных и двух водозаборов 9 и 8. Работа по переводу оставшихся объектов на автоматику ведется и сегодня. Правда, безусловно, не столь масштабно. Но именно 9 лет назад был сделан главный важный шаг, чтобы не дать превратиться сургутской системе ЖКХ в черную дыру, втягивающую в себя миллиарды рублей ежегодно. Пример тому котельная в поселке Дорожный. На отшибе города, но, как ни удивительно, практически в идеальном состоянии. 4 года назад здесь заменили старые водогрейные котлы на новые. Конструкция тех котлов была предусмотрена, заложена еще порядка в 70-х годах, в период начала освоения Севера. То есть они ни в какое сравнение, ни с современными технологиями, с развитыми поверхностями нагрева. Котельная, несмотря на начавшуюся кампанию по замене магистрали, и сейчас обслуживает потребителей. Часть оборудования, которая несла на себе зимнюю нагрузку, не стоит забывать, что за пределами города зимой всегда холоднее. на 3-4 градуса прямо сейчас находится на ремонте. В том числе и в сердце любой станции большой водогрейный котел. Это водогрейный котел КВЖ-5-115. В настоящее время выведен в ремонт. Ему предстоит очистка дымогарных труб, от отложений, гидравлические испытания и восстановление внутренней футуровки. Это традиционная работа, которую вы выполняете каждый год, правильно? Да, это стандартный регламент. Четыре года назад эту котельную перевели на двухконторную систему снабжения. Это значит, что она работает и на подогрев воды, и на подачу теплоресурса. Эффективность в 92% позволила сократить еще и потребление газа. В сферу профилактических задач на этот сезон в пятом ЦТП входит диагностика техники, замена быстро изнашивающихся деталей, узлов с последующим испытанием и пробным пуском. Большого ремонта ждут и сети в самом городе. По всему городу у нас будут работать четыре подрядных организации. Объекты очень разные. Есть и магистральные сети, есть и внутриразводящие. Ну и где-то примерно процентов 50 это будем делать в этом году по способу. Более 9 километров сетей. Это именно уже силами работников предприятия. При этом все работы, включая благоустройство, должны завершить до 1 августа. Трубы заменят в НГДУ. В 25-м микрорайоне под ремонт попадут те участки, которые в зимний период вызывали опасения. В их числе и трасса у бизнес-центра компании «Саргутнефтегаз». Там, напомним, в ночь на 5 марта не выдержал операционный шок на трубе. Кипяток начал вырываться из-под земли, практически мгновенно затопив кольцевую развязку. ВТС отреагировали на произошедшее молниеносно, переключив подачу воды и тепла на другие участки закольцованной системы. Этот участок у нас был уже введен в ремонтную компанию. То есть он был с продолжением дальше у нас по улице, по Диод-Ленин, где у нас стояли порывы. Вот в этом году их не было, но прошлый год, наверное, помнят жители, как у нас Аврора, наша Демила. То есть этот участок у нас в ремонтной компании, который поможет полностью закольцевать, иметь вот этот участок улицы Мира Кукуевицкого, Ленин, и тогда у нас более надежное теплооснабжение уже будет на всем этапе. Между тем, общая протяженность сетей ГТС более 400 километров. У коммунальщиков стоит задача качественной оптимизации. Сотрудники проходят обучение и ремонтируют, в том числе, импортное оборудование своими силами без привлечения посредников. Практически все ремонтные работы на муниципальных предприятиях «Тепловик», «Горводоканал» и «ГТС» будут выполнены за счет самих коммунальщиков. Их совокупный бюджет – 415 миллионов рублей. Еще 23,5 миллиона добавят из бюджета округа и Сургута. Это хорошо, это правильно. Не должно быть никакого перекрестного субсидирования, по сути. То есть 20 миллионов, в которых мы сказали, 23,5 миллиона – это деньги, вложенные в конкретный объект. А по сути, в тарифах всех предприятий есть составляющая как раз на ремонтные работы и на производственную программу. Поэтому это совершенно нормальный, совершенно правильный подход. Мы, оплачивая коммунальные расходы, как раз оплачиваем эти ремонты в том числе. С каждым годом коммунальщики фиксируют тенденцию снижения функциональных отказов. Подрядчики свой объем работ выполняют качественно. Фактов переделок уже давно не было. Да и контроль за исполнением достаточно серьезно его ведет как заказчик, в данном случае ГТС, так и Ростехнадзор. При этом со стороны надзорного ведомства в этом году он станет самым жестким за все время. Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. А пока коммунальные службы заняты подготовкой к сезону снега и холода, горожане пытаются очистить Сургут и район от мусора, скопившегося за долгую зиму в довольно-таки немалых количествах. Акции проходят по всему городу. На уборку банок и окурков выходят неравнодушные жители и представители бизнеса. Чистозавить, как известно, залог здоровья. А на уходящей неделе активисты занимались уборкой археологического комплекса «Барсова гора» в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Собравшиеся очистили территорию в два гектара. В масштабном субботнике приняли участие более ста представителей молодежных организаций, лесничества, работники природнодзора, сотрудники администрации Сургутского района, жители поселка Барсово и Сургутов. К экологической акции присоединилась также губернатор Югры Наталья Комарова. Нам с вами сейчас нужно научиться тому, чтобы не оставлять за собой мусор. Потому что дети не дадут мне преувеличить, совершенно очевидно. Когда мусоришь, не замечаешь, и все это очень быстро. А вот они здесь с восьми утра, кто с восьми, кто с девяти утра. И убирает, убирает. И тут еще работы непочатые. Поэтому я считаю, что раз уж так у нас получилось, не очень аккуратно жить на Белом Сити, то оценят результаты того, как мы с вами на этой земле прошли, будущие поколения. В рамках международной акции «Спасти и сохранить» в этом году во всей Югре уже вывезено на полигоны бытовых отходов более одной тысячи кубометров мусора. Активисты посадили три тысячи деревьев. В разных экологических мероприятиях приняли участие больше 12 тысяч человек. Хочется сказать, что вопросы чистоты стали все больше волновать население региона. И речь идет не только об уборке мусора в зеленых зонах и лесах. Жители более ревностно начали следить за порядком и у себя во дворах, и в домах. Ярко продемонстрировать свой опыт горожанам предоставилась возможность в День соседей, который на минувшей неделе отметили в Югре. Разные акции прошли в 14 муниципалитетах округа. Сургут ограничился субботником 10-го ТОСа. Горожане посадили деревья, разбили клумбы. А своим опытом, в какой-то степени даже уникальным, с нашей съемочной группой поделились жители одного из домов Ханты-Мансийска. Им не только удается поддерживать свой двор и дом в идеальном порядке, они добились снижения на треть платежей за ЖКУ. Наталья Бабушкина расскажет. Праздник состоялся в рамках Всероссийской акции «Наши соседи». Но жильцы этого отдельно взятого дома ни в какие рамки себя не загоняют. Часто по собственной инициативе устраивают праздники. Международному дню соседей готовились основательно. Напекли вкусностей, запаслись позитивным настроением. Я маме каждый день, каждый вечер говорила, поскорее бы начался этот праздник. Вот я всегда хотелась. Вот моя подруга Катя еще хотела прийти, но у нее не получилось. Ее папа вечером забрал. Но вот маме вчера помогала хлеб резать, колбасу. Ну и все. И мама сегодня только успела все запечь и расплавить сыр. Мы готовили с мамой пирог. Я ей помогал продавать ингредиенты. Тесто помогало ей. Мы готовили муравейник. Было очень трудно как бы тесто там замешивать. Еще надо было у окна как бы разогревать печеньки. Мы с мамой заказывали пиццу. Мы хотели ее сами приготовить, но тетя Соня, наш домашний комитет, сказала, не пользуйся ты, тетя Ира, лучше закажи. Дети поиграли бы в вышибалы или резиночки, да не умеют. Вместе с приходом новомодных гаджетов прервалась нить, когда дворовые забавы передавались от старшего поколения младшему. Организаторы праздника в один день наверстали упущенное. Не верится, но такое единодушие в доме было не всегда. По началу в истории, конечно, были напряженные отношения. Вот дом у нас непростой, дом у нас вводился в две очереди. Поэтому были даже две управляющие компании одновременно. И были недопонимания, были всякие разные небольшие конфликтные ситуации по стоянкам автомобилей, по всяким другим моментам. Но когда мы объединились в единый дом, когда мы организовали ТСЖ, когда Софья, наш председатель, взяла всех под контроль под свое крыло, люди стали гораздо лучше друг к другу относиться. Оказалось, что если уважать друг друга, то жить можно очень даже дружно. Они попробовали, им понравилось. Парковка распределена, мусор убирают вовремя. Заходим в первый попавшийся подъезд. Чистота и красота. Решен вопрос с надписями на стенах. Во-первых, это камеры на всех этажах. Во-вторых, детям раздали трафареты для рисунков, чтобы они легально применили свои творческие способности. Для оперативного решения вопросов у жителей есть группа в Вайбере. Зимой у нас на пятом этаже прорвало трубу отопления. Был в Вайбере клич. Все отреагировали. В принципе, таких основных масштабных потерь удалось избежать, которые могли бы быть. Работы еще много, говорит человек с безудержной энергией, председатель ТСЖ Софья. Нужно ремонтировать крышу, ставить турники. Но если оглянуться на дела недавно минувших дней, невольно поражаешься. Всем двором посадили клумбу, поставили шлагбаумы для безопасности детей. А в день, когда решили скидываться на батут, деньги моментально пришли практически от всех жителей без вопросов. Силами ТСЖ добились даже снижение стоимости платежей за ЖКУ на целую треть. Это сделали мы в части отопления, поскольку отопление достаточно дорогое, если оно идет по общедомовому. И мы на общем собрании приняли решение, что мы будем оплату производить по индивидуальным приборам учета. И только разницу будут разносить как места общего пользования. И мы практически год добивались, 44 прибора было поверено, сменено из 78-квартирного дома. То есть мы думали, что обойдемся месяцем, а на самом деле ушло практически год. У такой слаженной команды и свое видение реализации программы капремонта. В конце прошлого года жильцы приняли решение забрать деньги у югорского оператора на свой спецсчет. Распоряжаться финансами намерены поэтапно, не дожидаясь прихода инфляции. В ближайшем времени планируют утвердить смету на инженерные сети и подвальное помещение. Явка на собраниях жильцов рекордная во всем регионе, под 90%. Они, как никто, на собственном примере убедились – сила в единстве. Наталья Бабушкина, Екатерина Любешева, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. ЕГЭ идет в ЕГЭ дорогу. Школьники всей России, конечно, наш город не исключение, продолжают сдавать единый государственный экзамен. На сегодня выпускники продемонстрировали свои знания по четырем предметам – литературе, географии, русскому языку и в базовом уровне математики. В Сургуте результатов ждут более трех тысяч школьников. Все они проходили испытания в восьми пунктах сдачи ЕГЭ. Нарушений в сложной процедуре проведения госэкзамена экспертами пока зафиксировано не было. В этом году итоговые экзамены проходят по новым правилам. Теперь в пунктах проведения испытаний установили системы подавления сотовой связи. Также впервые контрольно-измерительные материалы распечатывают уже в аудиториях. А доступны они только после ввода специального ключа. Несмотря на строгие правила, специалисты отмечают, что дети особо не нервничают. Волнение на любом экзамене, в какой бы форме мы его ни сдавали, традиционной, либо вот такой форме, волнение всегда присутствует, потому что волнуешься за свой результат. Но вот что хочется сказать, что, конечно, готовятся и в школах готовят. И психологическая подготовка детей – это немаловажный аспект. И все мероприятия, которые сегодня проводились в течение года, очень много репетиций. Очень много было абсолютно в школах проведено апробацией. Поэтому, я думаю, дети уже привыкли даже к такой форме. Школьники бесспорно волнуются в ожидании результатов ЕГЭ и ГИА, которые сдают девятиклассники. Но все же не забывают готовиться к выпускным, которые состоятся в конце месяца. А вот торжественные линейки, посвященные последнему звонку, уже прошли по всей стране. Сургутские ученики покорили пользователей интернета своим необычным подарком родному образовательному учреждению. На последнем звонке выпускники 46-й школы представили пародию на номер российского певца Сергея Лазарева, с которым он выступал на конкурсе Евровидения. Переделав слова, ребята рассказали о своей школе. Ролик мгновенно стал популярен в сети. И даже сам артист отметил оригинальность юных сургутян. Ольга Нахаева познакомилась с теперь уже знаменитыми выпускниками. Выпускниками в Сургуте в этом году стали больше двух тысяч школьников. В напутственных словах на прощальных последних звонках слышалась надежда на возвращение ребят уже квалифицированными специалистами в родной город. Мы будем вас ждать, когда вы закончите высшее учебное заведение в нашем городе, вне стен родного города, и вернетесь сюда, в Сургут. Сургут вас ждет. Сургуту вы нужны. Успехов, удачи, всего самого доброго. Несмотря на ежегодное ужесточение правил проведения ЕГЭ и ГИА, школьники не унывают. Стараются даже среди плотного графика факультативов найти время на воплощение интересных творческих идей. Например, на последнем звонке в Сургутской 46-й школе ребята порадовали гостей торжества оригинальным номером. Поклонники всемирно известного музыкального конкурса и те, кто только слышал о Евровидении, сразу узнали в номере выступления российского певца Сергея Лазарева. Ребята, хоть и старались отразить всю суть номера певца, сами понимали, что к постановке нужно относиться с юмором. Сергей Большов, исполнитель песни, уже сдал выпускные экзамены. В будущем парень планирует связать свою жизнь с журналистикой. Однако большую часть свободного времени Сергей проводит на репетициях. Оставший хитом ремейк «You are the one» долгих репетиций не потребовал. Мы уже знали движение, мы смотрели с ребятами, сидели. И на репетицию шло примерно, знаете, где-то полчаса, и все. И мы уже, так сказать, были уже почти готовы и показали наш номер. Сегодня ролик с постановкой набрал в интернете более 800 тысяч просмотров. До слез, это фурор, так прокомментировал творчество ребят Сергей Лазарев на одной из своих страниц в социальных сетях. Чем немало удивил авторов выступления. А участники стали известными, и если не на всю страну, то в родном Сургуте их точно узнают. Хотя никто из ребят и не ожидал такой популярности. Мы готовились, но вообще сценарий у нас был продуман-то давно, а этот номер, им нужно было заполнить такую небольшую паузу в самом начале, сделать какой-то такой мощный выход. Выпускникам даже предлагали продать авторские права на выступления, но сургутяне никому их не уступили. Сегодня школьный коллектив готовит новые постановки. Ребят пригласили принять участие в церемонии открытия Всероссийского фестиваля детско-юношеского кино «Зеркало будущего». Ольга Нахаева, Денис Зонов. Специально для телевизионного обзора новостей. Также свой знаменитый номер школьники покажут и на городском выпускном «Алые паруса». На этом у нас все. Выпуск завершат коммерческая информация и прогноз погоды на предстоящие 7 дней. Заходите на наш сайт indefisnews.ru и в нашу группу ВКонтакте «Новости Сургута», ТРК «Сургут Интерновости». Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Уважаемые руководители салонов красоты и косметологии, примите участие в чемпионате по шугарингу и докажите, что ваш салон лучший. 14 июля. Конференц-зал «Дали Холл». Оставляйте заявки на сайте worlddepill.com. Информация по телефону 446-441. Галерея «Текстиль и антураж» принимает индивидуальные заказы на пошив школьной формы и выпускных фартуков. В продаже готовая школьная форма. Сорочки, брюки, жилеты для мальчиков, блузки, сарафаны, юбки, жилеты для девочек. Подробная информация по телефону 37 12 76. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытые для всех, доступны каждому. Соленье коллизионе. Соленье коллизионе. То, что действительно модно. А ваши школьники делают уроки или играют в компьютер? Видеонаблюдение через интернет. Мы покажем в любом месте, на любом устройстве. 4909. Югорский ювелирный холдинг представляет. Долгожданное открытие фирменного магазина. Ювелирного бренда «Соколов» в Сургуте. Агора. Улица профсоюзов 11. В клинике «Дентмастер» вы можете подчеркнуть красоту и обаяние вашей улыбки с помощью новейшей системы отбеливания «Бьонт Полюс». Это инновационная, безболезненная, абсолютно безвредная система отбеливания в мире. Покупка квартиры без риэлторов, без посредников, без первоначального взноса, либо первоначальный взнос может составить всего 64 тысячи рублей. Только в офисе продаж «Сипромстрой» на Тюменском тракте 2-1. «Сипромстрой» – добро пожаловать домой. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный «Изумруд», сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. В магазине «Адам» новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю, с 6 по 12 июня. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Я живу не только для себя, и это нелегко, но в этом мое счастье. И даже такие проблемы, как артроз, не пугают меня, потому что под рукой у меня всегда есть «Алмак». Чтобы снять боль, воспаление, я выбираю «Алмак». Время летних цен. Только до 15 июня цена на «Алмак» снижена. В аптеках «Формадом», аптека «Отсклада», «Экона» и «Бережная аптека». Применяйте аппарат «Алмак-01», чтобы устранить боль в спине и суставах, предотвратить рецидивы заболеваний и улучшить качество жизни. В начале недели атлантический циклон принесет на западно-сибирскую равнину массивы грозовых туч и порции умеренно теплого воздуха. А в середине периода погода наладится и станет даже жарковата, правда, ненадолго. В пятницу небо над регионом покроется грозовыми тучами холодного атмосферного фронта. В начале недели облачно с прояснениями кратковременной дожди, возможно, гроза. В понедельник температура ночью плюс 7-12, днем плюс 17-22. Во вторник ночью 8-13 тепла, днем на 10 градусов выше. В середине периода существенные осадки маловероятны. В среду к утру плюс 7-12, после полудня воздух прогреется до плюс 25. В четверг на столбиках термометров ночью 9-14 тепла, днем потеплеет до плюс 27. В салонах обуви «Саламандр» с 1 по 12 июня акция. На каждую последующую пару обуви в чеке скидка увеличивается на 10%. «Саламандр» – это стиль, качество и чувство уверенности. В конце недели переменная облачность, в пятницу ливни и грозы. Ночью плюс 10-15, днем плюс 18-23. И выходные с субботу-воскресенье к утру от 4 до 9 градусов тепла. Днем плюс 16, плюс 21. Каждый мини-байкер найдет своего верного спутника. Самый популярный велосипед уже в «Карапузе». Хит-продаж этот велосипед ваш! Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю благоприятной погоды в вашем доме. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!